Казанская государственная консерватория приветствует вас в Большом концертном зале имени Салина Сайдашина. Сегодня новый концертный сезон 2018-2019 года открывает симфонический оркестр Казанской консерватории. Коллектив, 70-летие которого мы отметили в прошлом году. Коллектив, который, несмотря на свой солидный возраст, всегда остается молодым, как его участниками, студентами Казанской консерватории. Сегодняшний концертный оркестра проходит при поддержке посольства Германии в Российской Федерации. 15 лет назад по инициативе немецкой страны был дан старт программе «Дни Германии в Российских регионах». С тех пор ежегодно в нашей стране проходят более 20 инициативами немецкой культуры, языка и науки. «Дни Германии в Казани» в 2018 проходят по инициативе Казанской консерватории, и потому именно музыка стала главной темой этого фестиваля. Наш сегодняшний концерт стал одним из целого реального предприятия, поддержанных посольством ФРГ в рамках «Дни Германии в Казани», и мы благодарим наших партнеров за сотрудничество. Сегодня в исполнении Казанского оркестра будет звучать немецкая музыка под руководством немецкого дирижера, давнего друга Казанской экскерватории, прекрасного музыканта Лео Фрейнер. Вот уже 30 лет творческое содружество маэсов и молодых музыкантов дарят казанским слушателям возможность услышать лучшие образцы мирового музыкального наследия, и сегодняшний вечер не исключает. В концертную программу подходит музыка Карла Марии Фон Венера, основоположника немецкой романтической оперы, одного из организаторов национального музыкального театра, музыканта, без которого немецкая музыкальная культура в 19-м веке была бы умной. Его последняя работа, сказочная опера «Оберон», была написана по заказу английского театра в Кобельгарде в 1826 году. В основе оперы лежит несколько замысловатый сюжет по мотивам средневековой французской поэмы «Юйон де Бурдо», где одновременно встречаются король Эдвард Аберон и средневековый евроцей «Юйон», король Арус Беликий и сам халиф Гаруна Аль-Гарашин. Премьера «Оберона» состоялась в апреле 1826 года в Лондоне, а дирижен он ею сам композитор. К сожалению, здоровье его было подточено давней болезнью, и через два месяца после премьеры «Оберд» скончался в английской столице, но наследство нам он оставил свою музыку, словно пронизанную волшебным цветом из сказок. Карл-Мария «Оберд» «Оберд» исполняет симфонический оркестр Казанской консерватории, дирижер Лео Крэнер. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Эдвард Гринк – выдающийся норвежский композитор, имя которого по-настоящему прославило музыкальную культуру этой северной страны. Однако свое музыкальное образование получил в Германии в консерватории Лейпцига, и сильное влияние его оказала музыка Шимона, Шиллера и Метельсона. Однако опытный творческий композитора сформировался под раздействием традиционной культуры на Армении. «Я вычерпывал богатую сокровищу международных песен Родины, и из этого пытался создать национальное искусство», – писал Гринк в своих книгах. Фортепианный концерт Гринк – безусловно выдающийся сочинение композитора, принесшее Гринк в общую европейскую известность и признание. Концерт был написан в 1868 году, когда композитору выбор всего 25 лет. Премьера состоялась в Поперляне весной 1869-го и имела настоящий большой успех. Достаточно сказать, что очень высоко эту партитуру оценили Антон Овенштейн и Ференс Лиза. И с тех пор, вот уже 150 лет, эта музыка звучит во всех концерт-экзартах мира. Эдвард Гвик – концерт для фортепиано с оркестром «Ля Мино» в трех числях. Части исполняются без перерывов. Симфонический оркестр Казанской фитературе – биржон Павел Кремер, солистка, лауреант международных конкурсов Татьяна Алтурина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Лишь через 10 лет после смерти Шуберта в 1838-м Роберт Шубер нашел титулу симфонии среди бумаг, которые хранились у брата Абазина. В марте 1839-го в Ленинске оркестром «Перванхаус» под управлением Феликса и Ленинсона состоялась премьера девятой симфонии, которая открыла мир у Шуберта не только как автор вокальных сочинений, но и выдающегося композитора-синхрониста. Гигантское произведение, отмечающееся громадными размерами и громадной силой, богатством вложенного в него вдохновения, писал Череповский об этой музыке. За масштабной замысел и эпическую широту эта партитура получила название «Большой симфоний». Франц Шир, «Большая симфония номер 9», «Доможон», в четырех частях. «Антантре, Олегу Матуху», «Антантре, Крану Матуху», «Скенцу», «Олегу Ивачу». Части исполняются в детском юрибе, просьба не аплодировать между частями. На сцене симфонический оркестр Казанской консерватории «Движон» Лео Приме. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Аплодисменты. 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 Аплодисменты.